В центре нашего внимания сегодня находится педаль Mod Factory. Вот эта вот зелёная красивая педаль от Muir. Если у вас есть маломальская борда, пускай даже самая-самая скромная, состоящая из количества педалей, не превышающих число 1, тогда имеет смысл взглянуть ещё на неё. Как бы я охарактеризовал эту педаль вкратце? Ну, пожалуй, это такая маленькая коробочка для тех, кто хочет себе флэнджеры, автовайхи, дитюнеры и вот это всё сразу, но не хочет тратить денег на каждую педаль в отдельности. Потому что здесь это всё представлено в очень гибких настройках и в очень компактном виде. Сейчас мы быстренько по ней пробежимся и выясним, чем она такая замечательная из себя вся есть. Начну я, пожалуй, с того, что у неё есть два контроллера. Контроллер один, контроллер два. И третий называется дептхглубина. Начнём с самого первого режима и все параметры выставим на середину изначально. Микс выставим на середину и контроллеры тоже. И попробуем взять какой-нибудь аккорд. Посмотрим вообще, что будет происходить. Приступим ко второму режиму. Дептхглубина. Дептхглубина. Интересно, как это будет смотреться с небольшим количеством перегруза. Давайте посмотрим. Накрутил очень интересную штуковину. В купе с моей МТ-шкой SS11 режим ЕПХ и все параметры сугубо вправо. Вот послушайте. Выключаем дилейк и слушаем, что предлагает нам чистый звук вот здесь. Я, кстати, кажется, догадываюсь. Мы дошли до эффекта Tremolo. Очень, кстати говоря, мягкий и интересный. О, я даже для этого сейчас включу специально винтажный эффект. Это будет круто. Так, следующий мод немножечко пожёстче. Такой же Tremolo, но немножечко побрутальней. Такой компьютерный. Далее мы продвигаемся по этому странному циферблату эффектов и натыкаемся на... Я даже не знаю, что это будет. Это дитюнер! Это мой любимый дитюнер. Господи. А сейчас мы можем наблюдать очень интересный эффект какой-то металлической комнаты. Где мои чёртовы вами? Вот смотрите, похоже? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас я нарулил очень крутую штуку. Это предпоследний мод. Это автоквак с атакой. То есть, чем меньше вы даёте атаки, тем меньше квака. И, соответственно, чем больше вы даёте атаки, тем больше квака и педаль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а эту штуку, разумеется, можно регулировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И самый последний, мой любимый эффект. Я с трудом могу себе представить, что именно он вытворяет с поступающим в него сигналом, но звучит это приблизительно вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот выглядит наш мод-фэктори. Вот три контроллера, о которых я говорил. Изучим внешний вид. Во-первых, то, что мне показалось неимоверно привлекательным и клёвым, это то, что они прямо на корпусе отметили все режимы. Ну, это просто... это просто милота. Посмотрите на это. Собрано очень клёво. Как бы маленькая крутая педаль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Питается от 9 вольт исключительно по розетке. И батарейку сюда просто вставить некуда, потому что внутри она напичкана умной электроникой, которая делает пиу-пиу. Ну, вот смотрите, вот это она стоит около вами и квакушки. Ими просто можно усыпать борду. И они очень достойно и круто звучат, несмотря на то, что такие маленькие. И она зелёная. Она очень праздничная и ярко выглядит. Вообще, чем мне нравятся эти мойры, они невероятно круто выглядят. Именно выглядят. Если соотнести её КПД с её размерами, то тут уж как бы не возникает никаких вопросов о пользе. Заказывайте, чуваки, пока они у нас есть. Очень крутые педали. Очень много умеет. И, в общем-то, почему бы нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА